Зачем я ввел такую вот странную последовательность? Потому что вообще-то и перестановки не так уж непонятно. То есть, в принципе, так записывать тоже не так плохо. Но, господа, смотрите. Смотрите, какая история. Я, зная числа B1, B2 и так далее, Bn, легко могу указать количество инверсий у соответствующей перестановки. Ну, во-первых, давайте все-таки я объясню, что такое инверсия. Если я описываю числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и каждое число соединяю с соответствующим инверсием. Так, кстати, считайте пересечения. Уже два пересечения. Теперь еще два, уже четыре. Так, теперь пошли. Раз, два, три, да? Уже семь пересечений. Восемь пересечений. Один сыгнул. Что? Один и один. Так, вот здесь вот будет девять пересечений. Да, теперь начинать самое ужасное. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. По-моему, получилось шестнадцать. Я на всякий случай проверю. Шестнадцать, одиннадцать, шестнадцать. Сложу все эти числа. Семь, тринадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать один, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Ребята, двадцать пять минус девять, это действительно шестнадцать, меня ошибаюсь. Оказывается, количество инверсий вычисляется по очень простой формуле. Надо сложить все числа и вычесть из них число М. Вот для чего, что называется, естественным образом использовать эти самые числа Б. Они позволяют легко посчитать количество инверсий. Давайте поймем почему. Что такое вот это самое число три? Смотрите, у нас, если бы единица была связана с единицей, то никаких инверсий не было бы. Но если единицу мы ставим не на единицу, а на третью позицию, то образуются инверсии с первой и второй. Понятаете? Посмотрите сами, мне кажется, что это лучше. То есть это Б1-1, плюс Б2-1, плюс Б3-1. Когда мы рисуем очередное число, когда мы ставим очередное число, и вот рисуем эти самые гребочки, то у нас возникают... Слушайте, а давайте мы вот прямо как в последовательности попытаемся, что называется, рисовать в соответствии с этими числами, и тогда мы все совсем выступаем. Я пишу тройку, да? Смотрите, что значит, что я написал тройку? Здесь возникла вот эта линия, которая обязательно будет пересечена теми, которые идут из единицы и двойки. Потому что им уже некуда идти сюда, и значит, обязательно возникнут пересечения здесь. С меньшими числами, да? Поэтому 3-1, для этого не дальше. Я ставлю пятерку. Что это означает? И вот сюда, когда я пишу пятерку, смотрите, она сейчас уже на четвертом месте. Почему это на четвертом месте? А потому что тройка, она ушла налево. А здесь возникает линия, и обязательно будут пересечения с теми, которые вышли из единицы, двойки и четверки. Это как раз будет 3 пересечения, 4 минус 1. Теперь следующее у нас число под тройкой написано число 8. То есть, смотрите, 8 к этому моменту является шестым числом. Что это означает на нашей картинке? Что возникнут инверсии с семеркой, с шестеркой? С этим не возникнут, с четверкой, с двойкой, с единицей. Ну и так далее. Я думаю, что всем более-менее понятно. Таким образом, через числа В очень легко, очень легко подсчитывать количество инверсий в перестановке. Так, а вот сейчас, ребята, такой простой вопрос. Какое минимальное количество инверсий в перестановке? Есть перестановка. Какое наименьшее количество инверсий? Ноль. Ноль, конечно. Это порядок. 1, 2, 3, n. Никаких инверсий. Ноль, что ли? А какое наибольшее количество инверсий? Ну, когда они стоят в пути. Когда они стоят в обратке. Положим порядки, да? n, n, 1, n, 2, да? И сколько тогда? n будет образовывать инверсию со всеми остальными числами. То есть, n-1. n-1 будет образовывать n-2 инверсии и так далее. Что я должен сделать? Я должен число n-1 сложить с числом n-2 и так далее, и так далее. Наконец, сложить с этим числом. Ну, или другими словами, я должен взять число сочетания с n-1. Потому что инверсию, в конечном счете, образуют две позиции. Если каждому две позиции образуют инверсию, то это просто это самое число сочетание. Какое же формула это пишется? n-1 на n. n умножить на n-1 и n-3 на 2. Отлично. А теперь я задаю такой вопрос. Сколько существует перестануток на n элементах, у которых ровно k-1? Это не какой-то такой стандартный рекомендатор на число типа числа сочетания, или нет, но кое-что все-таки сделать можно, если знать про эти самые числа, то это и так далее. Давайте сделаем такой простой эксперимент. Давайте для числа 2, для числа 3, для числа 4 сообразим, чему равны эти числа. Понимаете? n равняется 2. Тогда либо нет инверсии, это одна перестановка, либо есть инверсия, она тоже одна. Здесь я пишу количество инверсий, а здесь количество шуток. n равняется 3. Здесь лишь что-то хуже. Но опять, когда ноль инверсии такая одна. Так, 3 элемента, в основном 3 инверсии бывает. Бывает 1 инверсия, бывает 2. Когда 3 инверсии тоже 1. Ну и давайте подумаем, здесь у нас всего 6 перестановок. Но когда вы берете перестановку и ее отражаете, то есть вы в порядок порядка считаете, то количество инверсий оно заменяется на n, это значит, что у нас есть половина и минус сколько было. Поэтому здесь должны стоять одинаковые числа, а сумма должна быть 6. Ну, значит, 2. Для 4, все-таки, я думаю, справимся. Когда мы уже не до 3, будет, а до 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И поехали. Опять здесь одна перестановка, здесь одна перестановка. Так, с одной инверсией. Это вообще что такое? Это мы должны выписать числа 1, 2, 3, 4 и поменять местами, либо 1, 2, либо 2, 3, либо 3, 4. Значит, таких 3 штуки. Таких тоже 3 штуки. Я должен понять, сколько бывает перестановок с двумя инверсиями. Ну, в принципе, тоже, конечно, не проблема. Чтобы была перестановка с двумя инверсиями, я должен или поменять вот так вот. То есть, смотрите. А, стоп! А зачем я так? У меня же есть бэшки. Чтобы у меня были перестановки с двумя инверсиями, числа B должны отличаться от строчки из одних единиц на двойку. Ребята, эту строчку из одних единиц надо либо прибавлять двойку туда, либо надо единиц или единиц прибавлять двойку туда. Отлично! Сейчас я все сделаю. Бывает так. Бывает 3, 1, 1, 1. Бывает 1, 3, 1, 1. И уже больше никак не прибавишь двойку, да? Потому что здесь уже ограничение, что это число не больше двойки. Хорошо. Теперь надо прибавлять единицы. Это бывает так. 2, 2, 1, 1. Бывает 2, 1, 2, 1. На самом деле еще что-то бывает. Еще бывает 1, 2, 2, 1. О, все. Проверяйте мне, конечно. Так, раз, два, три, четыре, пять штук. Пять штук. По симметрии здесь тоже пять штук. Всего должно быть 24. Этих у меня 9, этих 9, 18. Значит, этих 6. Ну, хорошо. В принципе, конечно, я мог бы так, если бы уже не захотел, для пяти сделать. Хотя уже с трудом. Ребята, одно интересное и другое. Оказывается, если я интересуюсь вот этим вот числом, количество перестановок на N элементах, то я могу его получить в результате перемножения скобок. Вообще, некоторый такой вот важный поворотный момент при изучении комбинаторики наступает, когда вы привыкаете к использованию для того, что знаете, производящие функции. Привыкаете к тому, что когда у вас есть последовательность, то полезно выписать, если бесконечный последовательный ряд, если конечный, то многочлев. Ребята, посмотрите, пожалуйста, что это за многочлев. Если вы хорошо учились в школе, то знаете, что это 1 плюс x умножить на 1 плюс x плюс x квадрат. А теперь смотрим на 1 плюс x плюс x квадрат. И умножить на 1 плюс x квадрат плюс x квадрат. Ребята, что значит перемножить скобки? Ну, в принципе, если кому-то совсем, что называется, неприятно на это смотреть, давайте напишите так. Еще один. Давайте подумаем, что на самом деле здесь написано. Ой, а я могу еще лучше. Я могу взять каждую из этих скобок умножить на x, тогда будет такое выражение. x умножить, даже еще лучше, перепишу их в обратном порядке. Смотрите. x плюс x квадрат плюс x квадрат плюс x квадрат плюс x квадрат. Это когда на x умножил вот это. Следующая скобка. x плюс x квадрат плюс x квадрат. Следующая скобка в умножении на x. x плюс x квадрат. И, наконец, последняя превратилась просто в x. Ребята, это в точности соответствует тем самым бшкам. Ведь смотрите, я из этой скобки беру x в любой степени от 1 до n. А вы помните, что число b1 было любое от 1 до n. То есть я отсюда беру x в степени b1. Отсюда число от 1 до 3. x в степени b2. Отсюда любое число от 1 до 2. x в степени b3. Отсюда я беру x в степени b4, то есть x. И, в общем случае, будет так же. Когда я перемножаю скобки, давайте вот это вот количество перестановок на n элементах, да, обозначим на каком-то букву. Отец Ильич, еще на x в степени минус n. Ну, конечно, конечно. Я же там нажал на x в степени, соответственно, надо будет, да. Так, я сейчас посмотрю в статье какую букву она обозначена. В статье это обозначено и большое с номером k. Вот количество перестановок на n элементах, которых ровно k и s, обозначается там и k. Ну, это не потому что что-то особое, а просто случайно такое значение включилось. Вот. Итак, что же я утверждаю? что если взять сумму и k умножить на x в степень k, где k пробегает значение от нуля до числа сочетаний из n по 2, то это то же самое, что перемножить такие многочленные. 1 плюс x, 1 плюс x, плюс x в квадрат и так далее, и так далее, 1 плюс x, плюс x в квадрат и так далее, плюс x в степени n плюс 1. И доказательство этого равенства я сейчас только что рассказал. Надо просто представить себе, как выглядит то, что получается, когда скрываешь все скобки сразу. С каждой скобки мы берем либо единицу, либо i в какой-то степени. Ну, для простоты распределили. Напишите сюда еще один множитель 1, после этого дам ушки все на i в степени n в том части, и тогда получится вот такое выражение. А это уже будет напрямую связано с b-шкой, и вот с этой самой формулой, что количество инверсий – это сумма b минус n. Таким образом, мы немножко познакомились с перестановками и их инверсиями.